всем привет хочу показать вам все растения после дождя как постоянные дожди у нас в одессе и посмотрите как чувствует себя растение некоторым растениям нужно сложить срочная пересадка это фуксия видите как она она цветет да уже сильно много влаги но она свои цветочки отпадают вот эти только раскрылись и сразу отпадают не приходится их выбрасывать сливы смотреть сразу трескаются и начинают гнить урожай был бы хороший но дожди уже лишние не знаю как в других городах а у нас лишние вот смотрите королевская пеларгония она вся в цвету была такая красивая прелестная а посмотрите что с ней осталось видите как она красавица ну эти дожди видите все про гнило отваливается все цветочки гнилые она еще будет цвести вот зачатка очень много на хорошо перезимовала и расцвела полной своей красотой вот пеларгония посмотрите какая красавица яркая насыщенная шапки огромные сорт этот хороший замечательно тем что он не сыпучий он вот так когда перестает цвести он мумизируется цветочки засыхают это сейчас они намокли и стали как квашня а в самом деле они засыхают и на окно вам не сыпется она так сухом состоянии есть вы подходите вот так и вот таким легким движением обрываем цветоносик конечно жалко этот цветочка выбросили что с ним делать воду не поставишь ничего его просто выброшу а эти цветы продолжают цвести чтобы они не сильно гнили я их немного так струшу от дождя правда обещают сегодня опять дождь ну хотя бы временно струсить и чтобы они не подцвели и так у меня здесь цветет и растет банановая пальма это я вынесла ее квартиры ведь как она разрослась нужно ее немножко выкопать лишнее вот белый как красиво расцвел пушистик был такой набитый после дождя это я вам показываю ампельные пеларгонии а после дождя он сильно набрался влаги и уже начали подгнивать его цветочки а так он кучерявый набитые махровый очень красивая пеларгония сорт скажу вам позже я сейчас не помню его название viva сорт красивый здесь у меня тоже пеларгония другого цвета растет это двухцветная пеларгония очень красивая махровая набита а еще у меня есть пеларгония их всех подвесила так видите какие листочки а когда молодые листья отрастают видите какие они красивые а старые начинают коричневеть но ты еще солнце попадала и дождь влага и поэтому они такого цвета получить здесь у меня очень темная черная практически набитая пеларгония она тоже пострадала от дождя посмотрите какие красивые цвета вот когда она распускает цветика набитая красивая розочками след дождя не было она еще пахнет пахнет вот это моя роза красивая виноград начал цвести пахнуть и роза я учуял запах думаю еще и пахнет продолжаем смотрите какие красивые красивые пеларгония темная черная это не красный цвет красные у меня другаясь вам покажу красная вот красную тоже набита шикарная пеларгония вот и ради этой красной я и начала свое видео так как смотрите дождь испортил все эти переломалась веточка сильно большая нагрузка на ветку надо было ее прищипнуть и дождь испортил вот эту красную что видео у меня заглючила немножко я сняла веточку вот так как из-за дождя она поломалась и нужно ее укоренить не выбросить же такой красивый большой черенок а осталось у меня совсем немножко но она разрастется он молодых очень много ничего и не будет а здесь рядом черниль на растет похоже на то что то перед этой показывала но она еще более темная идет написала чернильная а здесь двухцветная пеларгония тоже насыщенная красивая но ведь и не могу вам показать когда расцветут другие цветочки может уже на следующей неделе не будет дождя и буду показывать вам красоту этих растений а здесь у меня зональная пеларгония посмотрите как красиво это иви гибрид я вам ставлю название видео эти какие розы набитая шикарной розами пеларгония вообще замечательно здесь и другие сорта это я их спрятала дождя так как земля уже сильно вымокла здесь у меня разнообразные сорта и вива рози это всякие раз сорта они сейчас к сожалению не цветут из-за погодных условий им нужно солнышко но они зацветут обязательно и буду вам снимать об ихнем цветение видео а сейчас покажу вам вот эту красоту и пойдем укоренять это она выпустила еще один цветоносик это растение очень красиво пышно цветет куст такой стволик у него мощный и шапки большие и растение тоже не осыпается мумизируется приступаем к укоренению моей красной пеларгонии видите тоже разобудная набитая красиво на красная такая с темным красивая насыщенная этот цветоносик удаляем вообще цветоносы удаляем жалко но они нам не нужны для укоренения вообще они удаляются очень легко просто обламываются укоренять можно ой снимать черенки можно вот так двумя способами просто обломать и череночек готов можно обрезать обламывать удобно она поддается такому черенкование вот это лишнее вот просто подрезать это нужно для того чтобы в земле не было загнивание эту пеларгонию можно не выдерживать чтобы подсыхал нижний срез так как она хорошо укореняется так видите такой маленький череночек тут листик можно срезать можно срезать до половины чтобы влага не испарялась и вот такой вот остался у меня еще один сколько получил раз два три четыре можно еще один сделать вот так когда это уже одревеневшая немножко на как он будет укореняться должен укоренять ведь и тут раздвоился немного подправим все это носики убираем это боковой пошел от росточек с бокового вот цветоносик маленький его нужно убрать вот я подготовила верховой торт с перлитом перемешку и садим так просто вставили все больше ничего и не нужно делать пеларгонию очень легко размножается и хорошо укореняется берем череночек вставляем до верхнего листочка и ждем результатов через две недели она должна укорениться я вам покажу как она проросла смотрите еще один надо не прижимать но можно еще так горшочек прижать чуть-чуть чтобы земля прижалась держать на подоконнике на улицу не выносить вот еще один черенок есть и посмотрю какая процентность будет с укоренения вот у меня пять черенков этот чего-то падает не хочет держаться пять горшочков и посмотрим сколько выживут вот эта красота будем ее размножать всем спасибо за внимание всем удачи всем пока что и и